Здравствуйте, я Сергей Розводовский. И сегодня мы снова возвращаемся к теме денег. Сегодня мы будем говорить о том, как начинать учиться бить клин. И первый закон клина, о котором мы с вами уже говорили, звучит вот как. Меньше тратить, больше зарабатывать. Начало этого закона или умение выполнять этот закон начинается с простого правила. Правило 30 дней. Хочу рассказать вам одну историю. Однажды один мой знакомый, мужчина, мой товарищ, поехал на рынок купить себе машину. И у него с собой было несколько тысяч долларов. Три или четыре, я точно не помню. И когда он приехал на рынок, он пошел, конечно же, в то место, где продавались машины за 3-4 тысячи. Когда он ходил и смотрел на эти машины, они, естественно, ему не нравились. Через некоторое время он решил пойти в другой ряд, где были машины подороже. И он пришел в ряд, где продавались машины за 8. Конечно же, эти машины нравились ему гораздо больше. Он ходил, садился в машины, осматривал их как следует, выбирал. И вдруг увидел машину своей мечты. Это была потрясающая модель, очень красивая. Он был в восторге. Он посидел, потрогал, ценника не было. И когда ему все понравилось, он спросил у людей, которые предлагали купить этот автомобиль, сколько она стоит. Ему сказали, что она стоит 12. И мой знакомый подумал о том, что он живет однажды, что мы один раз живем. И он стал прикидывать в уме, что он может сделать. Но одна из идей была занять еще там у одного его соседа 2-3 тысячи долларов. Второе, он хотел занять у тещи тысячу. Потом он вспомнил, что у него есть семейная фамильная реликвия, орден дедушки. Он подумал, что можно сдать его в ломбард. И совсем недавно его родители хотели продать половину дома, чтобы помочь ему финансово. И он подумал, что какую-то часть денег, которые будут выручены за половину дома, он тоже может взять для того, чтобы заплатить за эту машину. Очень часто с нами происходят подобные истории. Нам предлагают какие-то выгодные сделки, какие-то сверх возможности. Когда у нас не хватает собственного ресурса. И то, что нам нужно сделать, оно в 3, в 4, порой в 5 раз превышает возможности наши здесь и сейчас. Если с вами вдруг происходит такая ситуация, или вы узнаете себя в этой истории, нужно сделать простую вещь. Вступает правило 30 дней. Первое, что вам нужно сделать, подумать о том, что вы примете окончательное решение через 30 дней. Второе, пойти домой. И вот что с вами произойдет. Через неделю у вас вожделение, которое вас атакует, станет гораздо меньше. Через 2 недели адреналин практически закончится, кругляшки в глазах уменьшатся, вы начнете трезветь. На третью неделю вы начнете думать о том, что возможно это не такая уж и полезная и нужная в данный момент вам вещь. И я уверен, что к концу 30 дней вы примете для себя окончательное и правильное решение о том, что на сегодняшний день вы не можете себе позволить этот выбор, именно эту вещь. И что тогда произойдет с вами? Во-первых, ваш сосед останется с вами в хороших отношениях. Он не будет за вами гоняться в попытке отобрать у вас эту машину и закрыть те долги, которые вы не можете ему вернуть. Ваша теща по-прежнему будет любить вас, готовить вам любимые блины. Дедушкин орден останется в семье, а дом, который продали родители, не будет потрачен бессмысленно. Возможно вы за эти деньги купите для себя что-то более полезное и существенное, возможно квартиру. И если в вашей жизни случаются такие моменты, когда решение, которое вам надо принять является не экологичным, наступает правило 30 дней. Это правило, конечно же, не распространяется на ваше желание купить молоко или хлеб. Вещи, которыми вы пользуетесь в обиходной жизни, которые вам нужны, составляют качество вашей жизни. Под это правило не подлегают. Но если то решение, которое вам нужно принять, может нанести ущерб вашим родным, близким, разрушить на ближайшие несколько лет вашу мирную жизнь, ваш сон, ваш отдых, возможно вам нужно остановиться и использовать правило 30 дней. И для того, чтобы пользоваться им более полноценно, разберемся еще в понятии экологичность, о котором поговорим на следующем занятии. Большое спасибо, что вы слушали меня сейчас. Я ваш друг Сергей. Спасибо.